Власти Армении и Азербайджана ввели военное положение после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. С обеих сторон приходят противоречивые данные о жертвах и раненых как среди военных, так и среди мирного населения. При этом Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях. Власть Армении уже обратились в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов. В Ереване утверждают, что вооруженные силы соседнего государства начали масштабное наступление в направлении Нагорного Карабаха. Под огнем оказались населенные пункты, в том числе столицы непризнанной республики Степан Акиров. Арабские Эмираты бегут заключать договор с Израилем. Все связано между собой. И одновременно начинается армяно-азербайджанский конфликт. Там все идет к войне, уважаемые друзья. Причем, самый интерес, что армяне московские закусились с армянами армянскими. Вот ведь все как связано. Почему? Потому что армяне московские это представители диаспорных армян. Это представители той самой нации, которую делали по еврейским лекалам, как нацию рассеяния, как нацию диаспор. И центр у этой нации во Франции, в Париже. Самая мощная армянская диаспора в мире это Франция. И армяне работают с французами, как евреи с американцами. Но и там, и там появляется отдельное национальное государство. То есть, тут появляется Израиль и начинает тянуть в свою сторону одеяло. Заявляя, что именно Израиль является основным для всех евреев мира. Так и здесь Армения сейчас пытается построить полноценное национальное государство. Которое там, если воюет, то чисто там локально, да. Но при этом претендует на роль главного армянского, так сказать, магнита. Для денег, в первую очередь. Которое туда должно стекаться. Естественно, диаспоры этому противятся в разных странах. Вот вам конфликт между московскими и армянскими армянами, когда Симоньян озвучивает мнение, что Пашинян плохой. Москва против Еревана, да. Маленькая Армения против большой Армении. Хотя, может, там и наоборот уже, да. Вот в чем дело. И там, естественно, грозится конфликт. Потому что московским армянам нужен этот военный конфликт. А Пашинян не справится во время войны. Тем более в Азербайджан заходят турки. Кто поможет армянам? Иранцы. И снова мы замыкаемся на тот конфликт с Ираном, который необходим. Как повторение Итало-Турецкой войны 11-го года. Я писал об этом и говорил много достаточно. Иран поддержит армян в этой войне. С 99-процентной вероятностью. И мы получим локальное столкновение на чужой территории между Ираном и Турцией. В результате американцы получат все возможности перекрыть Армодский пролив, например. В любой момент, когда они захотят. И перекрыть дыхание Китаю тем самым. Все складывается, картиночка. А посмотрите на ту же самую Башкирию. Что там творится? Там ведь сейчас армянский десант работает. Я Саита Вармеля. 19 июля я разместила 15-секундный ролик, в котором задала вопрос, почему в Уфе так много армян. Сейчас иду из прокуратуры. Республики Башкортостан мне вручили постановление о том, что я привлекаюсь к ответственности по экстремизму. Вот эту фразу, откуда столько армян в Уфе, прокуратура республики Башкортостан признала экстремисткой. Ради Хабиров женат на армянке. Огромное количество армян сейчас в Башкирию прибыло и занимает командные должности. Это нормально. Почему? Потому что я уже говорил, что Башкирия всегда была таким анклавом антихазарским на этих территориях. А Новая Хазария это все-таки связанное с евреями образование. Потому что евреи-ашкеназы суть Хазары. И там просто конфликт, кто будет править в Новой Хазарии. Либо евреи, либо там местные российские Хазары, оставшиеся в сокрытии. И Татарстан как таковой является одной из ключевых точек Новой Хазарии. И тут как раз сидит Башкортостан, который и будет стремножить поползновение Хазар на движение вширь. Такой фактор сдержек и противовесов. И вот мы получаем, что армян двигают в Башкирии именно как противников евреев. А армяне и евреи очень давно конкурируют, потому что на одной поляне работают и по одним лекалам сделаны. И вот самый такой вот замечательный получается конфликт на этих территориях, который будет отвлекать Хазар от того, чтобы проводить свою экспансию дальше. Все складывается, уважаемые друзья. Посмотрите, французы поддерживают армян диаспорных. В то же время англичане массово, так сказать, поддерживают армян армянских. Принц Чарльз знаком близко с президентом Армении. Американцы поддерживают Пашиняна, потому что Пашиняна это клон Саакашвили. А Саакашвили проамериканские товарищи и так далее. Вот посмотрите, как все связано. Ничего отдельно не происходит. Тот же Китай, например, он согласен на Беларусь, потому что он просто не дотягивается до туда. Но в ответ забирает Хабаровск. Ну, забирает условно, под свой протекторат, назовем это так. Потому что Китай, он не собирается ничего захватывать, кроме своих сакральных территорий. Я как-то выкладывал карту, которую Китай позиционирует как свои земли. Там нет Хабаровска. Там есть Тува, но Хабаровска нет. Поэтому он возьмет его под протекторат. Такие вещи. В той же самой Башкирии, вернемся к ней, да. Армяне поднялись, начали там что-то делать. И мы видим, как в ответ будоражат все это движение вокруг Куштау. А для чего? Для того, чтобы туда зашли французы, в Башкирию, это окончательно, уважаемые друзья. Вот именно для этого все делается. Потому что сейчас вот эти вот башкирские активисты, они не выдвигают никаких политических требований. Но отстоят они этот Куштау. Что будет результатом? А результатом будет смена собственников Соды и окончательный перевод республики под оперативное управление французов через армян. Вот и все. Ничего другого, уважаемые друзья. Не будет там создания башкир как политической нации. Не будет никаких там четвертых башкирских республиков. Будет ровно вот это. Корпоратократия работает. Люди, которые знают больше, они всегда выигрывают, потому что они видят больше. Король, наверное, мудр тот, кто не всегда одерживает победы на поле боя, но который видит на десятилетия вперед. Из колодца можно достать ведро воды. А из ведра колодец не достанешь. Вот так и здесь. А что могут французы, уважаемые друзья? Да, сейчас многие могут начать кричать там лягушатники там какие-то еще. Какие они лягушатники? Крутые они лягушатники, уважаемые друзья. Посмотрите на какой-нибудь автоваз. Какие там были крутые бандиты в 90-е, которых никто не мог тронуть. Туда, значит, присылали специальные чуть ли не самолеты с ОМОНом из Москвы и так далее, и так далее. Пытались что-то делать. А те в ответ сжигали там самарские какое-нибудь управление внутренних дел, убивали милиционеров там полицейских будущих и так далее. И когда пришли французы, купили-то они там за какие-то копейки, какие-то жалкие там 15 что ли процентов, не помню точно, да, автовазы. И все радовались, о, вот сейчас мы этих лягушатников-то, лошков европейских, будем обувать. Ну и где сейчас те бандиты, и где френчи? Уважаемые друзья, французов, гигантский совершенно опыт работы с туземцами. Это величайшая колониальная империя мира была в свое время. Мировой гегемон. И система непрямого, в том числе управления, там отлажена виртуозно. Я повторяюсь, на академическом уровне. И подтверждена колоссальными практическими результатами. И поэтому они придут в любую совершенную республику после соответствующей подготовки, в том числе и в Башкирии, да. И все займут, и всех поимеют. И никто ничего не возразит. Вот ведь в чем дело, вот о чем надо думать. А не кричать там, что священная гора Куштау, цирк с конями. Какая она священная, тем более для мусульман. Мне вообще поразило больше всего, знаете, что им напрягло? То, что мерзопакостные товарищи пиарщики начали одно время педалировать тему ваххабитов в Башкирии. Что вот там какие-то злые ваххабиты, там упоминалось имя Ишмурата Хайбульна, моего друга Машала Баракалах, значит, многолетнего. Что якобы они там собираются устроить резню на Куштау, прикрываясь женщинами и детьми. Как это делают ваххабиты всю жизнь. В Сирии, в Афганистане и в других местах. Уважаемые друзья, это интересно. Что значит женщинами и детьми? То есть вот эти вот пиарщики башкирским женщинам не дают никакой самостоятельности, а вот белорусским и ливанским дают. То есть если в Белоруссии и в Ливане выходят женщины, то это круто, это супер. Это революция женщин. Это европейские ценности. Это достижение современной цивилизации. А если в Башкирии выходят женщины, значит, это мракобесие и ваххабизм. Ай-яй-яй, дорогие товарищи пиарщики. Самым себе нагадили очень сильно. Я чуть дальше объясню, почему. Но пока я вот хочу обратиться вообще ко всем пиарщикам, ко всем работодателям этих пиарщиков. Знаете с чем? Я вам открою страшный секрет. Господа хорошие, кокаин не прибавляет креативности. Поверьте на слово. Кокаин прибавляет тупости. И все, что ваши накокаиненные пиарщики делают, они делают во вред вам. Поэтому следите за тем, чтобы они хотя бы бухали, но не нюхали. Хотя, судя по всему, скоро они перейдут на балтийский чай. Помните, как у Пелевина? Спирт. И ножом зачерпнув громадную дозу кокаина размешали. Вот он, балтийский чай. К тому идет. Но толку от этого не будет для вас, хозяева, например, той же соды. Равно как и их конкуренты. А будет толк для тех, кто знает больше. Для французов, повторяюсь, которые ту же самую соду просто заберут бесплатно. И республику заберут бесплатно. И заставят из республиканского бюджета. Все сделать так, чтобы сода все-таки работала с других месторождений и так далее. Но уже не из дивидендов, которые френчи себе заберут. А из республиканского бюджета. То есть мы видим, что опять-таки вот эта вот вся националистическая терминология, которая придет к нам из Беларуси после аншлюса. Она на самом деле будет говорить о национализации убытков и приватизации прибыли французской стороной и австрийской, кстати. Потому что я уже говорил, что, скажем, тот же самый Радий Хабиров, он связан с Австрией. Урал Рахимов связан с Австрией. И армяне деланы были в массе своей имена австрийцами. Естественно, не без иезуитов. У меня на эту тему, кстати, тоже есть статья. Вот ведь как все взаимосвязано. Вот ведь как все закручено. Уважаемые друзья, смотрите на этот мир широко открытыми глазами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова